Всем привет! Добро пожаловать в мой мир, мир домашнего кондитера. Сегодня хочу поговорить с вами о сахарных посыпках. Показать, какие есть у меня и для каких целей я их использую. Предлагаю начать с вермишели. Одна из моих любимых посыпок. Очень мне она нравится. Сейчас они у меня остались только в трех цветах. Было их у меня гораздо больше. Очень классные посыпки. Можно использовать для украшения всего. Начиная от кейк-попсов, заканчивая тортами. Плюс леденцы, пряники. На что хватит только вашей фантазии. Очень хорошие, красивые, яркие посыпки. Кстати, вот эту я купила буквально несколько дней назад. Уже с расчетом на пасхальные куличи. Далее это фигурные посыпки. Фигурных на данный момент у меня осталось только два вида. Это сердечки и вот такие вот кругляшки. Использую их как для украшения, там капкейков, тортов. Так очень часто я использую их, когда делаю мастичные таблички с надписью. Я их клею на шоколад, либо на смесь шоколада и глазури. Тоже очень здорово они там смотрятся. Далее у меня есть такой микс. Купила я его давно, но, наверное, может даже и не пользовалась им. Объясню почему. Вот видите, там есть такие золотые шарики. И эти шарики, они просто деревянные. Вот не знаю. Они очень твердые. И вообще у меня были раньше такие шарики золотые. Просто такая баночка. И в ней только золотые шарики. И как-то раз или два, наверное, раза мне клиенты мои сказали, что они очень твердые. И чуть было, они не сломали об них зубы. И это на самом деле страшно. И поэтому я исключила вообще полностью такие посыпки. И не пользуюсь ими. Просто потому, что не хочу, чтобы кто-то пострадал. Да, они красивые, я не спорю. Но для меня превыше всего это безопасность. А еще у меня есть такая интересная посыпка фигурная. Называется прекрасные глазки. Купила я ее тоже достаточно недавно. Сама не знала для чего. Вот использовала один раз, когда делала капкейки Куки Монстр или Коржик. Но в чем их минус? Вот этот зрачок, который черный от Крем Чиза, он маленечко, так сказать, контур его расползается. Но мне их надо было отдать. То есть я их отдавала днем. Их уже съели вечером. Поэтому это было не критично. Но если я их отдам вечером, их будут есть на следующий день, то прекрасные глазки станут не очень прекрасными. Ну и хочу в конце вам показать мои самые любимые сахарные посыпки. Это вот такие маленькие-маленькие шарики. То ли миллиметр, то ли два вот они идут. К сожалению, на баночках не написано. Поэтому точно сказать вам не могу. Но в общем, это самые маленькие, которые бывают. Чем они мне нравятся? Что они очень мягкие. Зубы вы об них точно себе не сломаете. Что они бывают однотонные. Бывают миксы из трех цветов, как у меня здесь. И бывают вот такие вот разноцветные. Здорово ими украшать вот именно вот эти разноцветные куличи. И я люблю очень украшать ими кейк-попсы. Смотрится очень красиво и нарядно. Вот такой небольшой обзор моих сахарных посыпок. Надеюсь, он был вам полезен. Потому что, когда я начинала только, я скупала все. И не понимала, какие мне будут нужны, какие нет. Поэтому думаю, что вам это будет полезно. И желаю вам удачи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok